мир вам братья а сегодня вот брат приехал один откуда волос и шкарла ешкарала тоже верующий даст бог будет принимать крещение троекратное погружение у нас потеряевки поедем если живы будем вот сегодня он у меня проездом в гостях и хотелось бы побеседовать с ним чтобы он рассказал там расскажи брат как вообще-то к богу пришел вообще счете начиналось вообще все это куда тебя потом завело потом мы уже вместе познакомились с тобой часто я знаю и писание изучая считаешь и много-много уже знаешь из из божественных истин ну тебя путь-то свой был меня за интересное чтобы кто-то посмотрел тоже услышал рассказал что ты рассказал об том как ты вообще к богу пришел с детства ли ты верил или нет расскажи пожалуйста меня зовут юра или юрий пахутов короля родился в деревне в пневмарском районе удурно деревне ну знаю много душ громко сказано писание но знать надо много если мы не знаем как не читал не знал не знал не исполнял не исполнял погибался потому что ничего не читал читать надо просто нужно правильный книги читать с детства конечно мы не знали все по бабушкам по дедушкам что на похоронах приходил священник всех отбивали в церковь бабушкина вера то нас на у всех было потому что мы родились в россии верующие православной россии вот так как эти бабушки не нас не научили то есть не научили своих детей сначала советское время сами не знали до оказывала как оказывается и сами-то не знали вы веровали молились ходили читали но надо же на деле исполнять я себя понимаю что вера без дела она мертва верить можно ведь надо же делать 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 это каждый день труд оказывается я думал что я все знаю все верю кулич ем свечки зайди поставить вот в таком плане тут ничего нового не скажу она по сути это всю молодость все школьные годы то прожили по факту за по делам так как неверующие также хулиганили бегали пели повисали но суета это мягко вам сказано что все суета суета это и огород если мы сажали скотину тоже суета мы уже я лично делал дела хуже чем суета это уже абсолютно дела тьмы так и называется отец ваш дьявол потому что если мы я был верующим как положен бога боязни дела-то мы были бы светлые раз дела темные то какой верующий я не могу сказать что родители мы тоже не верующие бабушка была молитву под старость лет когда уже чувствуешь смерть там хочешь не хочешь почувствуешь не бога пример поэтому в детстве я был обычным подростком может быть может не совсем обычным в плане того что в 17 лет я уже понял что пить курить и материться это как минимум для здоровья не полезно 17 лет и последний раз отметив день рождения все вот мои друзья кто меня знает они это не то что подтвердят они это знают стал заниматься физкультурой больше здоровьем на протяжении 15 лет для меня была зож слово такое оно появилось уже потом спорт турник лыжи хоккей велосипеды и плавание футбол все виды спорта но не в спорта как физкультурой занимался как атлет культурист тоже и протеины всякие витамины все это оказалось жить до 100 лет и посмеиваться над теми кто живет плохо смысл болеть мне не хотелось болеть и слава богу сейчас я говорю что бог сохранил меня от болезни тех которые от этого распутного образа жизни и под переедание всего 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 и выпивки и сигарет от наркотиков меня господь спас поэтому слава богу что он меня в этом плане вел здорово но оказывается не хлебом единым ведь не в натуральном хлебе не натуральной пище и в спорте суть нашего пребывания на земле и только читая библию уже изучая не понимаю что надо духовно быть с богом перед богом и душу спасать а не тело наше мясное так сказать и кости и мясо там чтобы у тебя здоровыми а душа что была чистая которая в этом теле живет и тело нельзя убивать но спасать душу нужно это уж я в 30 лет взял в руки библию уже осознанно всякие притчи из евангелия я и знал и ранее некоторые даже исполнял я понимал когда был в армии 23 года я понимал что убивать нельзя сопротивляться врагу в принципе написано подставь правую сумку отдай рубашку и это работало я знаю у меня друзей которые за один год службы пять частей их переводили и дошел до дисбаттера по пять раз сутки дрался со всеми я ни разу ни с кем не дрался надо что мы забирай казалось бы я униженный я поступил мудро по евангелию и два-три раза таких случаев было буду и следующий год ни одного случая не повторялся никто не подходил я сам говорю давайте куда работать что копать на те кто противятся с нам сразу же видно ешь так вот на ренеры и все проблемы до того что мы по гордость и думал что мы все решаем мы сможем мы самые сильные мы правы за нами сила это лозунг на русские с нами бог давайте вперед качки вот эти все тяжеловесы но я считал это неправильно потому что евангелие написано как бы христос принес так хоть и написано принес меч но не для войны а чтобы разделить верующих и неверующих этим мечом а петру сказал христос положи меч свой в ножны и никакой войны и одно понял что никакой войны после воскресения христа за 2000 лет не должно было быть среди христиан и не должно было быть и правильно старобрядцы не пошли воевать великую отечественную войну за сталина за родину там за партию не пошли и кто-то говорит что они струсили а нашего баптиста не пошли тоже многие сидите и голы получается верующих не было на войне и многие мне меня ругают юра эти неверующие спасли жизнь тебе но я бы не родился я не жаловался или вы мы сейчас жили в германии какая разница вся земля она божья какая разница на какой территории мы живем любой царь его президента он богу поставлен что путин что не путин какая разница мы живем на земле временно здесь поэтому мы не можем что командовать и все территории бог разрезает что где должен быть это да это много это многим патриотам твои слова такие не понравятся конечно сейчас а я когда работал в ледовом дворце я так и сказал женщины которые в гардеробе работают у бабушки так сказать война будет я не пойду она как а внуков наших я говорю ваши внуки сидят в этих всех компьютерах телефонов играют и едят эти фантики кого защищать остались наркоманы пьяницы это некого остались солдаты депутаты вот солдаты будут защищать депутатов в принципе все среди нас ты уже ярлы ты не соберется осталось копейки смысла и нет воевать а христос сказал не убивай молись за могу суд идет и божий на нас на что противиться нравится не нравится кому-то где-то как бы отталкивался на слова христа и многим это не понимает просто советское образование надо 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 если идут татары на нас татарстан у нас рядом ведут татарами все отдавай татарам землю пусть они теперь готов к сайт вот по сути когда азербайджан то напал на армению нагорный коробах тогда я вышел на и натих ночи лапкина и спрашивали как раз поэтому то что им делать но на говорит это что горит с них какой спрос эти мусульмане у них понятно все плоти они хотят забрать но армянь то христиане ничего не остается кроме как отдать и чтобы договориться чтобы они там просто построили тем вот кто переедет оттуда дома и они бы согласились без крови его построить но в итоге там все вы это начали возникать и комментарии там да вы что да вы предатель да вы вообще а как вы там чё отдайте курил это вы прочим но так чё в итоге в итоге так и произошло они просто заняли только уже силой даже если обычная ситуация подходит тебе хулиган и говорит жизнь или кошелек он даже спрашивает ну выражение такое так отдай кошелек от мы же все равно да с чего я тебе отдал свои деньги да это мои драка туда-сюда и случайно он тебя зарезал ну вот за 10 тысяч рублей жизнь свою променял отдай кошелек еще говорит подожди кошелек вот часы еще а ты если не можешь давать подарки это представить он скажет ты или подружишься с ним либо он скажет ты какой-то сумасшедший мне ничего не надо просто люди-то уже изначально боятся еще ситуации нет а мы уже боимся что все будет плохо я сейчас быстро расскажу ситуацию вот была в августе на вологодском вокзале я сижу жду автобус заходит пьяный такой уже бродячий такой мужик тельняшки разодранные руки вот так и я сижу в зале ожидания с бородой как-то уже внимание привлекаю он наверно смотрит бородатый либо конфликт будет от меня зависит присаживайтесь рядом вот ходит стоит 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 капитан выдавая у меня сумка рюкзак продукты тушенку будешь домашнюю он так стоял ну и все садись твоим стал да так накорми врага то он враг вроде бы но я не должен с ним драться я выдал тушенку он начал там как афганец открывать ее сразу я говорю не разбей и все я выдал тушенку приходили под подобные заходили он уже к ним опять капитан ВДВ а я уже был под его защитой этого не трожь что он со мной а я его просто накормил дал ему тушенку и все я сижу смотрю мне ни слова не говорю это есть мудрость вот слово Божие что надо поступать мудро а не так как мы хотим без всего это а это понимание пришло из чтения библии вот на русском языке я библию когда купил я изначально читал на старославянском на старославянском или на древнеславянском где даже пробелов между слов нет сложно читать не знаю русский текст сложно переносить когда я прочитал русский текст уже можно читать на старославянском уже ты знаешь историю и уже эти слова они у тебя складываются а когда на старославянском читаешь ну вот мне сложно было читать даже обычные такие слова камагридеши я не знал что куда идешь я думал это какое-то имя фамилия буддистского какого-то мужика камагридеши имя фамилия не то что там паки-паки и все это брашно Христос говорит если есть брашно поделись с ней как брашно у меня нет никакой брашно лапа так дал оказывается пища а пища то есть а я не знал перевода надо же это все узнавать и вот только на русском языке я понял что я читал не понимая раньше старославянский язык а потом когда заклинание читал википедию заходишь написано мертвый язык нет ни одного человека в мире кто разговаривает мертвый язык ну как мертвый на мертвом языке и читал получается а и псалтырь вся же у всех бабушек спрашивал грех мой перед тобой аз выну так выну так я говорю что такое выну вот ни один мне не ответил батюшка ответил у меня в храме но он то еще бы он не знал но а он не объяснил бабушкам что такое выну ножик из кармана всегда грех мой не спрячешь перед богом перед тобой мой грех всегда и никто не должен скрывать его надо объяснить что это мелочь только оттуда сколько псалмов сколько прилического книг и на старославянском мне тяжело я читал на русском и сравнивал и сейчас же и споры идут где правильный где неправильный надо сравнить разночтение есть но истина не меняется перевода когда надо и греческий перевод сравнить положить и еврейский древний иврит латынский положили на арабском все переводи непонятки будут и смотри как его понимали святые отцы эти места еще это как меня златоуста двадцать тому один златоуста их возьми на 100 святых отцов у каждого по 1 по 2 тома когда сиди переводи 300 томов в итоге вот 300 300 месяцев читать а вот это а есть сейчас все есть уже есть книги все вырубку то есть вот филак болгарский он по сути взял как раз таки святых отцов все которые есть но все уже выжимку вот именно по сути все и ответил то есть может человек почитать две книги и знать все толкование истинная библии ну евангелие нового завета филак болгарский они вот где ты там был там вообще филак то читают толкование то я вот первый раз столкнулся с старославянскими текстами когда работал уже не вернулась в пекарне там все читали я тогда не читал просто некогда было в пекарне всю ночь подожди а как ты туда попал то я поехал туда учиться хлеб пить у меня была цель научиться печь хлеб я заплатил деньги платные прошел обучение остался работать работать на книги были мне некогда было читать а когда открывал я в ночь я понял он говорил что за 15 минут можно изучить азбуку и научиться читать ну я может со своим тупым таким умом не мог запятать 10 раз по 15 не смог ну просто там суете непонятно но вот был на волоке эту зиму и когда уже читаешь спокойно уже понимаешь что написано но опять же я уже знал с опытом русского языка а вот с кем я сидел из них они могут перевести даже слово лепта написано вдова положила в денежный ящик две лепты в правстве у Вадима что такое две лепешки и хлеб в денежный ящик положил две лепты хлеб положил так ты даже дальше читай что составляет один кадрант ну две лепешки и хлеб не составляет кадрант ты же понимаешь что монетка самая маленькая греческая монетка копейка наша сложно брашно вот эти все слова надо же знать их без словаря мне сложно было а многие считают что русский язык он неправильный уже ломоносовский пушкинский нельзя его читать как бы он уже исковерканный там всенатальный период уже все 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 только на старославянском а старообрядцы и новозыпковский вот у меня друзья есть оттуда они говорят молитву Бог слышит только на старославянском Псалтырь надо читать только на старославянском на русском Бог не слышит я думаю а как морийцы наши чувашеньки ну китайцы никто не надо учить старославянский и наш морийский язык я его плохо знаю но изучал алфавиты некоторые слова он ближе к древнему ивриту Слово Тау у нас спасибо Тау в крест спаси Бог спаси Бог спаси Христос спасение на кресте все числа но все похоже наши морийцы ближе к древнему ивриту чем на старославянском зачем им через древнюю Русь учить язык на морийском говорится Бог не слышит на татарском не слышит только на старославянском Ну вот у них такое мнение я тоже так думал стал читать изучать ну как не знаю стал разбираться но в летоисчисления там тоже споры были у кого-то как считает то какие числа ну я думаю погрешности могут быть какие-то как бы то на сто процентов сейчас высчитать до дня когда был всемирный поток и самое главное что это тебе дает что ты высчитал до дня на спасение души как оно влияет или не вот что самое главное поэтому вот а из книг вот Игнатия Тихоновича Лапкина тоже кто-то его разделяет мнение кто-то нет ну если мне в голову все непонятки какие у меня были Игнать Тихонович на все вопросы мне ответил но как ответил он же не от себя ответил он-то изучил всех отцов все толкования все каноны все 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 и простыми словами мне вот такому ПТУшнику объяснился по-мирскому о духовных вопросах мирскими словами объяснил и мне все стало ясно и уже я смотрю и на армию и на смерть и на женитьбу и на еду и на пост и на праздники и на дела добродетели даже если в питании мы говорим я спрашиваю что нужно ее разделать в первую очередь чтобы начать правильно питаться надо сначала неправильное все питание убрать из минусов убери ты уже на нуле уже плюс будет а потом начинай правильно так же и перед Богом надо отречься от злых дел от плохих от темных от всех сатанинских и встать просто и спросить Бога что дальше то делать а он тебе говорит вот тебе Евангелие все написано написано все что делать а если возьмешь всю Библию полностью 77 книг там не знаю от кусочка мяса до женитьбы до развода и до смерти и до небесного Иерусалима все описано как будет и что нужно сейчас делать что к чему готовиться на что надеяться все описано я вот говорю еще раз только в русском синодальном переводе многие мне говорят ты что рекламируешь синодальный я рекламирую то что мне откуда я понял я не говорю что старославянский текст хуже они одинаково равны просто если кто понимает на старославянском пусть он это читает и объясняет тому кто тоже понимает я вижу знаю человек 20 лично они между собой не могут понять выучили наизусть многое но понимание нет перевода нет а если даже переводить они будут но они же на русском языке будут разговаривать так вот там то есть вопрос что мы понять можем только то что вначале переведем в уме у себя на русский язык это толкование получается да так в том то есть и вопрос мусульмане тоже так же им показываешь Коран они говорят а нельзя читать на русском говорят нельзя читать на нашем можем только на оригинале на арабском но ты если будешь читать на арабском языке ты чтоб понять должен будешь перевести в уме у себя на свой язык то есть уже будешь переводом пользоваться в любом случае то есть вообще никогда не как даже с церковнославянский язык нельзя понять если его внутри себя не переведешь а если ты его переведешь зачем дополнительную работу делать если можно сразу уже этими читать словами вот либо ты не доверяешь перевода русского никогда в жизни не хочешь доверять и не будешь знать истину но как они молятся они молятся что бог нам откроет перевод когда-нибудь бог откроет где истинная церковь бог откроет бог откроет я спрашиваю а если кто-то кому-то из вас первому откроет будете всех обзвонить открыл бог мне я идите все за мной или ждать кто-то там еще из авторитетных людей или поверите ему разве да все идем креститься я нашел батюшку истину я даже нарисовал такую схему как вот эти вот так сказать беспоповцы ну много старообрядцев беспоповцы есть которые в храм не ходят говорят все еретики я говорю так давай искать этот храм он же есть где-то да есть там службы идут есть епископ пресвитер якон возможно тюпевчики какие-то да все ну составу чем 10 них должны быть родители братья сестры дети у них должны быть свечи по апостольскому правилу из воска значит пасека нужно реально быть если пасеки нет то не покупают у кого-то воск значит пчеловоды знают где эта церковь есть у них есть поле какое-то скотина они даже должны есть пашут сеют там целая деревушка и представляете 430 лет с 1597 года многие считают что эту деревушку это поселение она есть но ее никто не видит она где-то там гималайя спрятана что все идут службу службы литургии причастие отпевания венчания крещения но бог скрыл многие так считаются а как они спасают то есть они спасаются с того что нету то и так спасаешься они надеются на крещение так сказать мечом кровью перед смертью они все стараются готовы исполняют посты все стараются жить по евангелии готовы если что пойти вот и есть некоторые которые как мученики хотят крещение принять единое крещение востребление грехов а некоторые вот и защищать как сказать русь православную мечом идти на защиту на убийство тоже такие есть я их тоже спрашивал как это не убей же написано как врага надо уничтожить и вот ты можешь поляшком порезать там не застанавливаем убивать нельзя ну как убивали там эти вот эти донской нитки войны я считаю что войны это не христианское дело идти на убийство правильно ты можешь останавливать блаженный миротворцы написано все миротворец этот идет туда где двое воюют и говорит помиритесь 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 если они не слушают он его их убивает миротворцы вот их мирить пошел а не убивать кого-то все блаженные миротворцы возлюби врага дай рубашку накорми молитесь за врагов ты обижающих ну где тут повод идти на убийство пришли китайцы все пусть у меня сажают картошку я буду рядом жить будут выгонять пойду дальше но убивать то я их не могу правильно по ивангу кто сказал какое убийство они по-другому некоторые считают он христосом возвел в другую ранку он говорит до этого говорит что нельзя было говорит писан писали разводную а здесь говорит кто говорит посмотрит на женщину воздержишь вожделением уже прелюбодействовал с ней все со своим то есть тогда просто нельзя было телесно прелюбодействовать ну а посмотреть это даже о том и не помышляли а здесь он говорит нет теперь ты выше еще дальше даже и не помышляй о том то есть посмотри даже не смотри с вожделением также касательно убийства он же и приводит пример он говорит слышали что сказано древним люби ближний своего и ненавидь врага своего ненавидь то есть его и убить можно ненавидь его а я говорю вам то есть а я вот это означает уже переворот то есть возвышение от того что было в другую сторону уже пошло я любите уже врагов ваших любите это уже другое совершенно как ты можешь любить а сегодня вот филарет московский там до с лишним лет назад он говорит враги делятся на три то есть точнее да враг есть личный точно два личные и общественные если горты личного любви а вот если он общественный то ненавидь его то есть ты его можешь с мечом в евангелии этого нет евангелие не делать таких делений потому что любой общественный враг даже он твой личный враг он же тебя тоже убьет даже тебя касается все как только если он что-то делать даже для твоего общества он твоим личным врагом становится лично это все уже подписываю попадает под закон христовой в любом случае то есть не личного врага не бывает на самом деле но с их точки зрения плохое на самом деле но смотря если бы я взял пацифизм есть просто смотри вообще не противление зло насилием да мы знаем из библии что ограничение есть одно не убей это не значит что ты не можешь ограничивать зло ты можешь не можешь его ограничивать убийством то есть убить человека но ограничивать силы и ты можешь силой загнилась не совершать может гневаться ты можешь не обязать связывать толкать все что угодно делаешь но только не убей вот тут это и то есть ограничение то есть если взять вот пацифизм как обычно человек может понимать что это вообще никакого то есть ничего никогда не полностью относили любого нет насилия вообще-то без насилия никак не обойтеносили чтобы ограничивать, оно должно быть в обществе. Пока есть грех, насилие есть. Но есть ограничения, мы должны пройти по заповедям, по всем. И нигде ничего не нарушить. В данном случае, если даже ты имеешь такую возможность связать человека, который представляет опасность, связать, то ты этим самым как раз таки можешь спасти ближнего и не нарушить заповеди и не убей. То есть тебе надо пройти по всем заповедям постараться. По всем. Конечно. И положить душу для ближнего своего, за другие своя там или за искреннего в разных переводах но вот кто ближний то фарисеи же спросили у христа кто ближний то в притче о самарянина все все ясно кто ему помог он спросил кто ему ближний тот кто ему оказал милость так он не сказал прямо идите и поступайте также как этот самарянин язычник мой идите также идите также поступать понимаете всех пьяных больных вдовиц убогих хромых и помогайте если он даже на тебя будет бежать и убивать и не похвалить за это нужно за ним обижаться христина вообще не может обидеться я до одной бабушке сказала вы что обижаетесь христианин не может обижаться она прости меня я на вас не обиделся мне жалко вас что вы обижаетесь а когда обижаются там есть сердце и давление начинается еще что-то вредно для здоровья даже обижаться то что это уже будет вот камень в душе лежать со всех сторон это неправильно неразумно не обижаться не гневаться не материться все наверное почве вам влиять на здоровье а здоровьем то кто руководит бог он либо дает вам или дает болезнь ты подумал во время болезни своей полежал месяц без ног там или еще так или там дтп попал после этого ты перестал так делать перестал все вот эти плохие деяния ну так вот расскажи как вот вообще как ты узнала про германа стерлингова что то как вот сейчас ты как нему относишься ну расскажу этот путь ну как он тебе поль какой что ты не очень хорошего нашел как работодатель я у него работал хороший строгий руководитель он такой и справедливый сказал сделал всегда никогда просто так он ни на кого не не ругался не не наказывал просто у нас были случаи таких там выгоняли кто-то покурил территории курить нельзя но это само собой христианин должен курить кто-то напился трактористом один напился понятно выгоняет без разговора и оговоренно что зарплату не получаешь все до свидания в этом плане он очень строго и правильно все по-христиански он не поступает оплачивая зарплату всем всех кормит дает продукты кто приходит и хлеб раздавал на ярмарке денег нет пожалуйста возьми христа ради бабушки приходили я сам был пекарем и хлеб продавал и в общем в плане как человек как работодатель начальника когда как мужик он хороший мужик и рабочие дети у него здоровые понимающие языки кого я знаю младших там был старшего я плохо знаю а в духовном плане но я слушал его взгляд на христианство на церковь православную он отталкивается на книги которые вот 16 века найдены лицевой свод опять же старославянский которые были напечатаны для детей ивана грозного готовились как бы чтобы и детям отдать почитать но видимо там не дожили до этого в общем и этот лицевой свод он лежал где-то передавался эти все в царские времена сейчас он как бы опубликован вернули очень распечатал и всеми раздал чтобы люди читали историю там есть ветхий завет четыре тома евангелия салтырь киевская тысячи там 405 года тоже все на старославянском он как бы он говорит надо писать на старославянск у меня плохо получалось а так вот игрон считает что церковь русская православная ересь пала 1597 году а есть чем заключается то что они начали служить службу с греками греки уже с католиками как сказать объединились наши не хотели а ересь в чем самом то есть сама ерести какая чем говорит то есть ересь это что-то должен оставить ложное не другие они отслужили с католиками уже не с католиками с греками которые уже там а католичились и наш литургию в маске отслужил и тем самым в унию вошел написал я подписал ну видимо кто-то там жаловался кто не жаловался или все согласились то есть они подписались под папские то что папа признали своим главнейшим епископом опять же этот документ он висит и надо его прочитать перевести я имею ввиду что вот именно смысл в том что именно вот то что с греками до сошлись а греки в унии находились в такой смысл и сейчас на сегодняшний день некому примкнуться уже истина церкви нет то есть и благодать отошла она есть существует может на христос основал церковь врата надо не одолеть ее ищет ждет одеется молится бог откроет и покрестится и он и дети его род крещеными христиан где это найди искренне молятся иконы все канонические правила он знает посты соблюдает по календарям вопросы расхождения были но они всех они есть в праздниках я как вот на него смотрю он по максимуму старается быть христианином по максимуму хочет разобраться в канонах правила во всех постах и нравственном в житейских во всех делах и в духовных он не то что ищущий он правда жаждущий правда но церковь говорит не так а он говорит вот так и их мнение о церкви его не сходится вот на этом 1597 году вроде логично все объясню ну а вселенской церкви куда делается вообще она в россии должно где она есть он смысле где то есть но в россии имеется дуесть или как это поджимая что знает не знаю но вообще как у них понятия о ересе ты какие можно сказать то есть герезу вода ты сам из интернета знаешь что вот он против науки против вот этих всех 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 и химических продуктов химических заводов ну в принципе я тоже зачем это отравляющий фактор если это есть бог это пропустил значит ну чё нам тебя все заводы закрыть принципе было бы лучше понятно вот даже я одно скажу что до прошлого года карантин два три месяца заводы не работали меньше самолеты не летали автобус все дома сидели два месяца действительно в подмосковье прилетели птицы которых не было у нас деревне черные дятлы появились которых красный книги черные дятлы с красным весна была вот такая теплая хорошая лето было жарко осень была как положено бабье лето я говорю что погода я всем с кем общался она стала такой же как лет 20 назад я говорила зима будет снежная морозная как как раньше так и было было снежная морозная зима почему потому что технический прогресс против которого герман львович он остановился пускай хотя бы на 50 процентов прошлой весной и природа отдохнула из-за цела из-за гольф стрим там все течения потому что ну как эти кто это руководит они тоже интересны они была у них репетиция действительно остановить действительно природа зацветает и у них действительно если цель об этом заботиться до убрать определенное количество людей чтобы земля задышала потому что не только они это все загубили мы говорим они загубили они делают это нам мы покупаем пластик покупаем бензин мы все покупаем мы сюда спонсируем говорим ученые все разломали все все засрали а кто пластик выкидывает если так ты не покупаю я всем верно если мы не будем покупать снеггерс компания снеггерс обанкротится кока-кола обанкротится ригли эксперимент обанкротится мы сами их кормили мы говорим что американцы вот такие наглые не говоря уже про евреев там все жалуются на евреев они нам все дают то что мы просим спрос есть они дают не будут спроса сидите как я вот картошку сажайте лук есть грибы ягоды не покупайте никакие это из американских продуктов они вредные зачем денег нет цепочка должна решиться вопрос самое главное на них восстают они-то хотят порядок навестить на земле вот если с точки зрения бы то есть неверующие они правы начали алкаши допустим да куча наркоманов курильщиков алкашей всяких в жизни то есть разводы аборта все это идет они на это смотрят вот те кто мировое правительство те кто этим занимается они понимают что но это люди которые только портят просто даже экосистему земли они ничего не приносят пользы никакой надо их сократить сократить каким они очень гумандный способ нашли мы не будем сейчас это говори чем их не плана это же не они придумали то бишь также гитлер пришел 40 миллионов убил это кто на гитлера бог сказал что все хватит вам я уже хоть и долго терпили их и многомилы уже все уже да хватит все всех надо убирать вот я с точки зрения если бога нет бога нет они как бы хотят порядок навести на земле понятно видит что куда эти все заводы все это приводит экосистема то она действительно работает в таком положении вот от этого и началась вот эта вся пандемия и прочее понятно дело что спланированное дело но допустим если ты не верующий по евангели ты их винить не можешь ни в чем поскольку они правы относительно тебя ты там порядок у себя в себе навести не можешь да в подъезде они на всей земле хотят порядок навести поставить единое то есть единая система единое мировое правительство единый царь мы знаем из из нового за из библии то что это будет антихрист в итоге то вот ты смотри да мы да знаем что это в апокалипсисе написано а люди неверующие не знают а еще есть верующие то у которых книгу апокалипсис не принимают может ее в тех древних источниках не было на старославянском ее нет значит эта сказка выдуманная в последние там 200 лет назад ну ты прочитаешь все сходится сказка не сказка ты уже самое решение не читать вернее не верить в ее исход туда конечно вырубать электричество всех расстрелять и мы будем как нои с детьми жить опять на земле чистым бы всех этих надо убрать такие они также говорят надо вас убрать и мы будем жить выбери надо их убрать и вы воюете кто-то убьет заниматься убийством обе стороны хотят убить в корне то злобы а самое главное что если бога нет евангелия то те то правее конечно а у них то бог есть они должны так думать христиане зачем с ними ругаться все бог сказал фокусимой уберут людей держаться за карабах действительно закрыл укрым дали сейчас нам что-то хорошо у меня в якутии алмазов мы их нет в армии то есть у меня призывут кардюра 2 защищает крыльские все места алмазы якутские надо небе защищать нам же она нужна тебе нужно ты покупать можно защищать нас но ты же в этом сейчас как в резерве ты же в армии висит но ты не надо вот я недавно отнес бумагу письменную бумагу относишь заранее я тебе потом сброшу где ты все там ссылаешь на закон чтобы как бы если будешь будет мобилизация какая-то отка то есть и не будешь то есть отказываешь от должностей связанных с оружием ну то есть ты так и есть но пекарь ты там то тебя есть военная специальность стрелока не знаю кто там я снайпер примеру я написала пекарь который печет хлеб для убийцы нет можно ты можешь кому-ка это тебе нет разница главное не быть несколько это не оружие не быть с оружием то есть не убивать и подносчиком снарядов ну естественно сапера там и прочее от пожалуйста идти по минного поля можно разминировать можно вот смотри наводчиками нельзя да понятно этим вы много вот все что связано с тем что убивает человека то есть непосредственно связь с убийством отдать приказ там или еще что-то это запрещено могу копать копать это жили копать копать это все спокойно это все наоборот сохраняет жизнь это мы же должны понимать что это не как это не верующие все они все люди плотские они будут воевать они будущее это для них геройства и это не остановить здесь только мы можем просто сами сами не согрешить не участвовать в этом представляешь как неверующих то никакого положения если я не иду с ним воевать он меня же убьет да ты же не пойдешь ты трус предатель так вот самое интересное что в германии там были свидетели еговы бибель форшеры так называемо ни один не воевал против нас ни одного не было их сажали там в тюрьмы и с нашей страны ни один не воевал тоже свидетели еговы на нашей стране то есть если бы все были свидетели еговы то не было бы этой войны невозможно было бы просто так же если все были бы христианами православными вот и есть и речь вот то все вы сажали картошку пахали на плугах и сеяли копали на такое сыр и делали натуральные но к сожалению сегодня война православием благословляется даже агрессивно хотя это совершенно вопреки и даже канонам церковным по церковным канонам правил василия великого на три года отлучается человек убивший на войне на три года а за то что ты не идешь на войну никак ты не отлучаешься вообще этого нет ничего то есть ты сразу идешь на нарушение уже даже канонического если молчать о том что в церкви мы знаем что всегда были и воины и те их святыми конечно их не за это делали святыми но церковь это как бы церкви высота исторически после четвертого века после третьего века когда государством церкви соединилась этот то есть это стало уже распространено и даже одобряться но в то же время и одобрялась и мы знаем жития святых ирон мученик так по моему да называется ирон мученик да и там есть такие святые которые были отказники святые от казники они отказывались уевать в армии языческие были казнены за это естественно сейчас могут многие сказать что но это языческая же армия была а сейчас они языческой такая же языческая безбожная ничего там христианского то нету никаких советской армии что было что хуже то есть лучше чем языческой еще хуже чем языческая язычники хоть в вас что-то верили эти то вообще ни во что не верили то есть христиане тут не могли не могут участвовать естественно таких войнах да и вообще понятно отдавать свою жизнь и когда присяга сама она основана на клятве мы я еще был неверующие и сдал клятву да но клятву господь запретил иисус хрисос он сказал не клянись вовсе все не клянись запрещено поэтому и здесь ты уже не можешь даже пройти ну вот ты вот у работал германа стерлингова ну и вот эти книги ты все-таки читал и даст вот эти и абсорда заполнить читал когда он их раздавал мнение не достались а потом я уже когда был на вологде у всех этих книги были связи у меня было время я их читал читал и сравнивал что есть там маленький порядок и книг по-другому не как в синодальном там написано житей Ильи Пророка отдельно как бы заголовок книга Ила в синодальном переводе отдельно она идет в первых книге бытия идет описание жизни Ила книга там у них да вот вот лицом своем книга пророка Даниила она чуть-чуть два моменты шире открыт где вот она не азариями стоил в печи от руки когда были и молитва она там длиннее прям на две страницы сигнале она чуть покороче вот такие моменты они есть но и многие придираются там пшеница или чечевица а вот так или вот ну вот ты прочитал ты и синодальный весь перевод читаешь и то прочитал и скажи мне есть по смыслу какие-то то чтобы менялась смысл я не нашел и кто говорит что есть никто не показал они все говорят вот-вот-вот тут запятая ну и кто ищет они все равно под ковырку найдут себе ну а влияющие вот на спасение на изменение смысл какого-то ну я не нашел вообще ноль все одинаково все спокойно я говорю даже не один сказал что там и сав и сава застрелил из лука и брат яков все далее в этого нет зачем убрали в апокрифах есть а у нас нет то есть на дальнем а вы зачем из апокрифа взяли мы можем зачем добавили они на чем убрали апокрифы они не подшиты но они есть предание и например лицовом своде есть описание богородицы подробное как она все это из детства евангелия этого нет но там есть лицовом своде встречаются апокрифы так апокрифы это отвергнутой церкви как недостоверные но писали это для каноничную то есть вселенские церкви вот если взять вселенские соборы они только то есть выделили столько-то книг немного там может два-три я нашел там нет такого апокрифа как понимал иисус христос взял и птичку сделал из этого она полетел до таких того что совсем нет но такие моменты подробные но это летописцы уже использовали когда писали историю вот они раз заголовок земная жизнь иисуса христа а летописцы это кто были нашу запад и передали сам макария московского он контролировал описали так тонну ну то есть это бы это наши были то есть даже русские люди вот они писали летописи причем церковно служители не верну там типографии это же все рукопись прям а где вот то есть какая то почему мы должны верить вот тем людям которые писали это описать то что допустим они обладали теми знаменей знали то есть мы же должны чем-то сравнить но они брали опять же там есть слова павла слова василия великого вот эти основные такие деклантические там это все есть потом в историческом и иосиф лави и иудейская война что это все описывается там уже получается весь свод это 36 книг таких толстых но не толстых потому что шрифт большой и много иллюстраций на сути весь лицовой свод из 30 книг он в 3 в трехтомник на русском языке гермалевич его перевел потому что многие просили не могут читать хотя и там есть но чтобы было удобно и подробно в 3 книгах они тоже перевели на русский язык а библию они не стали переводить потому что это невозможно сложно и неправильно переведешь библия так и осталась на старославянском гермалевич правил сказал мы ее не можем переводить потому что не хватит у нас ни ума это нельзя делать и он и говорит и русский перевод синодальный они тоже прыгнули выше головы и решили перевести перевели его как неправильно он неправильно а как вот неправильно какие-то примеры он приводит где не просто добавили убавили там смысл уже поменялся что он приводит но я считаю что вообще никакого основания нет вот такого перевода как синодальный вообще в за всю историю 2000 лет вообще никогда такого не был чтоб какой библию переводили 4 духовной академии в истории такого никогда не было все самые авторитетные переводы вульгата один человек там мартин лютор до перевел на немецкий язык сейчас который там на английском библия короля якова один человек дар церковном славянский 2 кирилла мефодий а здесь здесь привел четыре духовной академии среди них такие люди были допустим павский он был писал книги точнее писал учебники для еврейских школ то есть у него знание еврейского языка было на таком уровне что он мог учебники писать такого таких сегодня нет даже александр мин сказал что вы таких сегодня нету переводчиков его сажали там даже за это за его переводы борьба шла если написано в русском старославянском к их наил бог на дама крепкий сон нам передinto он лишь адам спал взятно и было ребро сделаны жена а в стороне в этом греческом написано слове экстазис в экстазе был вот представьте как нашим бабушкам старославянским бабушкам перевести слова экстаз адам был в этот стаде и перевели крепкий сон а если сказать что у греха экстаз то вы неправильно грели старославянском стоит крепкий сон. Все, перевод неправильный. А на иверите там другое значение. Так невозможно сдублировать одинаково на всех языках. Просто это одно слово надо. Ну, понятно, что он был в пророческом состоянии. Вот это богословно объясняют, но я так думаю. А главное, как понимали это в церкви, это как святые отцы это место толковали, это вот еще важно. И вот четыре духовные академии, они как раз таки и собирали не только, то есть они брали переводы с разных библий, с разных, и как понимали святые отцы. Вот что важно. И давали вот в этот смысл вот это все надо было сочетать и в это слово вложить, чтобы можно было, это великая действительно такая большая работа, которая... А вот 11 канонических книг, их когда подшили к 66 каноническим? Потому что толкования на апокалипсисе Златоуста нет. И некоторые говорят, вот и нет, значит апокалипсиса и нет. Тогда не знали еще ее... Как истолковать? Ее апокалипсис толкует уже в первом веке, по-моему, Ириней Леонский. Уже тогда все Иван... Потому что написал его Иван Богослов, ее уже начинает толковать. Но неправильно там толкует, видно, что еще неизвестно. И пока там сколько... пять веков не прошло, не родился еще Андрей Кисаро Кобедокийский. И пока не истолковал ему Богом было открыто. И так много, кстати, многие вам часто Бог так устраивает. Он говорит, поставил Бог в церкви учителей. Учителей. И пока определенный учитель не родится, которым Бог откроет, так людей не знают. И они не знали, как мы читаем по этому уже правилам святых апостолов. Перечисляют все книги, а там нет этого апокалипсиса. Да, еще не время было просто. Они не знали, как к нему подступиться. И как его... Сейчас-то люди никак не знают, пока вот сейчас церковь не истолковала. И то истолковала, и надо сказать, что мы это тоже все как бы... Нельзя сказать, что это 100% только так по апокалипсису. А потом уже на Вселенском, по-моему, в 6-ом, что ли, Вселенском соборе, может, я ошибаюсь, может, раньше, уже приняли в канон священных книг Священного Писания. То есть уже пришло толкование, то есть они уже поняли, Бог было Богом открыто и уже вели апокалипсис. А не неканонические книги, на них уже ссылаются апостолы. Мы читаем в апостольских посланиях, допустим, апостол Иуда говорит слова из неканонических книг Ветхого Завета. Он прямо цитирует эти слова. И потом в правилах святых апостолов мы уже читаем, там перечисляются книги из неканонических. То есть в описании. Это потом просто поделили, просто они там некоторые позже были открыты. Книга Серахова там и прочее. Ну позже, как бы, они призваны там все полезные также для научения. Ну то есть это, но на протяжении истории там некоторые книги добавились, одна или две всего. А остальные изначально уже были. Там книга, там третья езра, да, потом просто нашли там в другом языке. Ну вот так это вот. И это все определяла церковь на вселенских соборах. То есть не так, чтобы какой-то даже, вот не на Руси, кстати, почему-то вот они берут, что там на Руси что-то не определили. Да Русь была сама-то, она это периферия. То есть это от вселенской церкви, это совершенно, ну, надо смотреть на вселенских соборах, что там принято было. Потому что все отдельные нации, они отступают, они там, у них какие-то свои есть эти особенности. Считать, что там церковь, она только среди русских, вот как много старобрядцев, они так и считают, мир вокруг них крутится. То есть открытая истина только им. Я так же считал, не знаю. А я потом такой уже по изучению понял, что все соборы там ни одного русского не было. Ни славянина. Нам все в готовом виде. Греки-то уже принесли. Вот вам каноны, вот служба, вот молитва слов, вот одежды, вот вся, как сказать, интерьер. Все, все, вот делайте. Принимаете ли вы? Нет. Владимир, князь, слава Богу, принял. Да. А я правда так же думал, русские, русские, все с нами. Бог, какие греки там, какие еще там, не знаю, не греки, русские. Русские, русский бог, бог русских. Это бог Тадар, это бог Якут. Так вот, армяне, армянская церковь тоже так думают, с ними общаешься и говорят, да мы первые государственные нас приняли и все у них на этом. И они не знают, что вселенская церковь целая живет. Они вышли еще из Ковчега и там до сих пор никого не уходили. Да. И у каждого народа это такое есть. Я тоже, когда для меня это было открыто, то, что вот я в то православие, которое я узнал, что это я только частичка, маленькая, от того общего, то, что Господь дал, что она все. Христова церковь, она в соборности. И что мы как раз таки на том, у нас все, Господь говорит, будьте едины, да. А у нас как раз все разделения на национальной основе. Это у нас церковь, это национальная, допустим, русская православная церковь, московская патриархата и украинская церковь чисто по государственной этим разделилась. То есть, то политику эту поддерживает, а те политику вот эту поддерживают. То есть, вообще ничего не связано с Евангелем-то. Мы воевать не можем между собой. Не можем, потому что христианины с той и с другой стороны. Даже с этой точки зрения, кстати говоря. Вот как сейчас быть человеку, который даже крещен в детстве, и вот глядя на все, что в церкви творится, они не хотят ходить, потому что смотрят на священников. Не Бога ищут, а вот, 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 да я знаю этого, да я видел, да мне рассказывали. Ну, как правильно-то ему поступить? Как вот ему сказать, что ты не к батюшке идешь толстому, худому, не на людей? Хрито сказал, что они будут говорить, вы исполняете, но что они делают, не делайте. А сейчас даже что говорят, даже можно... Или вообще не говорят. Да, и исполнять-то даже бывает. Могут сказать такое, что... Вот, чтобы надо узнать, что говорят неправильно-неправильно, надо знать саму. Я у батюшки даже, получается, уже спросить, ну, не благословение спросил, я говорю, батюшка, ветхий завет там я могу изучать? Он говорит, ну да. То, что это надо знать, ну да. А вот с бабушками-то они с ума сойдут их лично изучать. Ну как? Ну, начало не знать, знать середину или конец. Ну, для меня было основное открытие. То, что я это все видел в церкви, что происходит, торговля там и прочее. Но я узнал, что, оказывается, по закону Божьему, по ветхому завету, первосвященник назначался один. Целуюсь на всю жизнь. Один первосвященник, он должен был быть от Аарона идти. То есть, первосвященник один только. Он, может быть, один на всю жизнь начался. Но во времена Христа все было настолько продажное, что назначался первосвященник один раз на один год всего лишь. И это покупалось через римской власти, то есть за деньги. Ну, или под договоренность с римскими властями. То есть, римская власть разрешала, кого можно, кого нельзя ставить. И мы видим, что Христос признает всех первосвященников. Он их признает. То есть, он не говорит, что спасения тут уже нет. Он говорит, нет, спасение от иудеев. Конечно, сыновья и плотных не стремили. Блуд в храме. Он их истребил, но храм не сгорелся. Вот именно. Вот именно, что Бог сохраняет ради... А иначе бы спасение было невозможно людям. Иначе бы не было возможно спасения людям. Если бы так и согрешил там священник, и все, теперь у него благодать отошла. Нет. Ради тех людей, которые должны спастись, благодать сохраняется. А человек, а сам священник, он уже может быть вне церкви. Как душа, как личность. Кто может увидеть или решить, или узнать, пошла благодать или вернула. Никак невозможно это. Это закрыто. Поэтому это и положено для нас. Мы не можем судить, чтобы не похулить Духу Святого. Дух Святого есть, а мы скажем его нет. Все. Так же и здесь Христос. Они же его объявили, сказали, что он чудеса делает силу бесовскую. А те, кто говорят, что сейчас в церкви нет благодати Божией, они согрешают этим. Потому что если нет благодати Божией, получается, все святые, все, что там происходит, даже через чудеса делают за какой силой? Да, это вытекает. Это уже хула на Духа Святого. Поэтому, я не знаю, сколько я встречаю, те, кто вот этот, переходили эту грань, все они не могут. Они впадают в осуждение, в злобу, в обиду и ничего уже не могут с собой поделать. Как будто Дух Святой от них отступает. Как будто. Это как беспокаянное, страшное дело. Поэтому священники, даже какие бы они там, архиереи не были плохие, они плохие, они за это ответят. То есть, они перед Богом будут за это отвечать. Сначала еще будет большой спрос. Но церковь остается церковью и никуда не делается. Пока они не станут еретиками. То есть, непосредственно еретиками, которые исповедуют ересь, осужденную на вселенских соборах. И открытые будут ее проповедовать и не будут вразумляемы. То есть, никак их не вразумишь. Тогда да. Тогда уже надо этого священника отходить. Ну, то есть, от него, от этого епископа или отходить. Да, на соборах эти все правила написаны бы тысячами священников, отцами. О крещении. Если сделали неправильно, то танец не был. Мне креститься нужно. Уже написано же, что если не погружен, значит, ты не крещен. Если есть правила. Ну, зачем правила это делали? Если бы их не было, можно было бы самовольно, самочинно. А если есть правила, то все правила это сделать. Сегодня, да, всех обливают. Совершенно полное нарушение. То есть, людей оставляют не крещеными. Чтобы, по сути, креститься, нужно три. Вера человека. Во-первых. Да, вера. Без веры. То есть, если ты только не ребенок, да, в семье. Без веры никак толку нет этого крещения. Вера, вода и бесплатно должно быть. То есть, деньги, отсутствие денег. Сегодня все три нарушаются. Веры не открестятся. Да, руками священы. Ну, руками, понятно, да. Если он есть, да. Сегодня нет ни первого. То есть, веры нет практически. Колес на христианство. Заходишь. Деньги заплатил. То есть, сразу и деньги тебе за это. А это Симония. Как раз апостол Петр сказал, что говорит... Павел, точнее, ты говорит... А, Петр, ты, говорит, дар Божий захотел получить за деньги. Дар Божий. Он сказал Симону. Сегодня священнику говоришь это. Он говорит, нет, это касается рукоположения. То есть, за деньги нельзя рукоположение. Апостол Петр сказал, дар Божий. Крещение – это дар Божий? Дар Божий, в любом случае. Вот ты помыслил получить его за деньги. И говорит, молись, может быть, тебе Бог простит. То есть, может быть, это неизвестно, простит ли Бог, если ты даже помыслил получить за деньги дар Божий. Ну и, естественно, вода. Воды сегодня тоже нету. Погружения нету. Обливают и больше ничего не делают. И, конечно, это все надо знать. А иначе как-то… Если тогда, вот я читаю Жития Святых, ты видишь, что многие святые, которые мученики, у них ведь не было Евангелия. Они вот так услышали то, что проповедано, и они вот это хранили в себе. Но они не имели Библию в полноте. Потому что Библия тогда стоила 20 лет рабочего. То есть, 20 лет, день, сколько платит 20 лет рабочему. Он работает, работает. Вот эти деньги, сколько ему должны заплатить за 20 лет, столько стоило одну Библию переписать. То есть, это вообще… У кого такие деньги есть? Только у богатого… Так же и на Руси. В доме тогда не лежалось. Да. И это только было в церкви. И что они там услышали? А сегодня мы имеем… Сегодня мы имеем Библию на русском, понятном языке. Все толкования, какие нужны. То есть, мы все имеем, представляешь? То, что тогда… Нет, ты каждый день… По 10 часов в день ты можешь читать, слушать. И толкование читать, слушать. И следовательно, если нам сегодня больше дается, то и у нас и искушение больше. В чем это все, вот эти штуки можно поместить? Да. И 20 лет опять как там… Нет. 20 лет слушать можно. Изучим. Так еще самое главное, что… Вот на этом-то все ясно. Но почему, говорят, сегодня, как это отличить? Как вот там священники, там такие плохие, там… И как это все? Так все, тебе все открыто, ты можешь все исполнять. Ты можешь ходить в храм, испавиться, причащаться, нигде… Ничего не нарушать. Вообще ничего можешь не нарушать. И ты можешь знать, как правильно поступать. Потому что все есть, все книги есть. У нас занятия проходят, мы каждые три раза в неделю занимаемся. Сайт, да там, вот во свете Библии. То есть, ты говоришь, ты можешь все знать, а вот человек, если все знает, и идет, и видит, что там делают не так, он не должен это делать? Конечно, он это не должен делать, и должен об этом… Он работать должен там, чтобы это другие не делали. А так отказаться от этого, и все ты… И ты вне, во тьме останешься, и те люди во тьме. То есть, это отсутствие любви. Те люди, кто сейчас убегают из церкви, и говорят, где-то там какая-то… У них нет любви просто. Они не понимают, как Бог на это все смотрит. Если им это открыто, то что здесь отступление, а тем, кто это не открыто, то ты должен это им и открыть, собственно говоря, и сказать, что мы здесь в церкви должны это все делать правильно. То есть, показать, что мы неправильно живем. А они уходят, убегают, и все, закончилось. Я так и хотел, я так и сделал. Самое пустое. Все еретики. Я пошел в деревню, буду сидеть в землянке. Да? Спасаться. Один? Один. Ну, вдвоем. Вдвоем лучше. А эти все свиньи. И бисер метать перед ними не надо. Угу. Казалось бы. А почему? Да, я решил, что они-то свиньи. Потому что они телевизорские. Да. А ты им проповедовал? Нет, нет. Да, вот именно. А ты, в том-то и дело, они услышали Слово Божие, как должны? Нет. Потому что я-то, если был в той же стене, мне-то кто-то сказал. Я-то услышал. Опа, я себе взял. Это и есть зарыть талант. Как я понимаю. Мне талант дали, я пошел закопал под дуром и сижу. Да. А я должен его не то что поделиться, а разложить. Троим рассказать. Только вот есть фильм «Помоги другому». Да, он помогал, ты троим, там, троим. А если ты о себе взял, то все, самолюб просто против. Да, это отсутствие любви к ближнему. Главный апостол Петр, он же конкретно сказал, он говорит «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой и люди, взятые в удел». Для чего? И он говорит «Для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой». Возвещать. Ты призван для того, чтобы возвещать. Ты уверовал во Христа, как в своего Спасителя. Ты уверовал в Него. А сегодня не знаешь даже из старообрядцев. Они даже не знают об этом, что он умер за их грехи. То есть, они в это ничего не вкладывают точнее. Знать-то знают. Они знают, но для них это ничего не значит. То есть, сам этот факт знать и поверить в это. Для себя. То есть, это как бы, что он не просто какой-то там, где-то ты привержен с какой-то там церкви или прочее, а что он лично за тебя умер, что он лично за тебя сошел. Это личные уже отношения со Христом начинаются. Для них это закрыто, к сожалению. И для многих православных это закрыто. Вот ни один старообрянец никогда не сможет разговаривать с еретиком, с каким-нибудь там баптистом, пятидесятником. Конечно, даже за ворота не пустят. Он даже разговаривать не сможет. Тот его быстро на место поставит. Он по Писанию ему все покажет, что он как язычник просто по сравнению с любым баптистом. А должно быть наоборот. Вот. А в этом вот аргументе ты еретик? Я за собой разговариваю. А написано, после первого-второго вразумления отвощайся. А он его вразумлять не сможет. Нет, читал даже. Там-то весь и вопрос. Попробуй по Писанию с ним поговори, с баптистом, который любит Писание. На лопатки положат сразу, как говорит Геррифаст. Любого православного на лопатки положат? Конечно. Естественно, да. Но если православный знает толкование, то он уже любого сектанта положит на лопатки. Серьезно и любит Слово Божие. То есть это, потому что там совершение, чем толкование златоуста, да, чтобы ни одно место другу не противоречило, просто не существует. Я даже не знаю. Я уверен просто, что любой сектант, который прочитает толкование златоуста полностью, он откажет. Он разберется, да. Но многие не читают и боятся этого. Но вот я с кем уже общался, кто начинал читать, они сказали, да, действительно, это нечеловеческое. Если протестант толкует, то он толкует от головы, а у православных толкует от Святого Духа. Но это все зарыто, в том-то весь вопрос. Зарыто. Это же не выставляется. Церковь, ты придешь, тебе цену-то этого, тебе никто не скажет эту ценность. Ты не знаешь об этом. Тебе ценность покажут, свечи поставить на богослужениях, там присутствуют. Вот это великая ценность. Целовать будешь Евангелие. Вот это ценность, как там повернуться куда. Правда, там же сейчас, не сейчас, и раньше, в храме эхо. И вот Евангелие читает на старосянском. Просто не слышно его от него. Невозможно его понять. Пенье красиво. Ну вот расскажи тогда еще, как тебе началось вот это открываться. Вот, ну ты же как стерлингов верил до этого. Ну в общем-то да, потому что я как лентяйнер, это самый простой вариант. Просто веруй, соблюдая, старайся дома, будь хорошим, а с этими не связывайся. Не ешь, не молись, в баню не ходи. А как? Ну как? Даже чтобы так начать, надо от кого-то знания это получить. А от кого получить знания, если друг друга это никто, ученые это вот этим не учат в этом коллективе. Все, все так сжато, все как-то так, не скажешь, что темно. Но я с одним там разговаривал, Сергей, он говорит, Юра, ну тебе еще можно рано. Ты вот давай вот еще годик-два там подумай, помолчи, почитай. Как годик завтра умрем. Надо не только понять, принять, покаяться, и еще мне брать надо, отца, мать, им рассказать, всем рассказать. Ну ты говорит, не торопись учить-то. Я говорю, ну пускай даже если по канонам, 30 лет мне уже было, можно начинать, я не тороплюсь. Начинать-то учиться и учить-то можно, потому что когда мы друг другом учимся, мы и сами учимся, когда друг другу рассказывают. Поэтому там начало есть, но продолжения нет. Начало есть, но неразвитие останавливается как-то так, ну как в сравнении только составляться. Все хорошее, все добрые, работящие, здоровые, семейные. Ну бывает, конечно, но кто-то разводится, кто-то… Потому что нету, когда нет священника сверху, а как друг другу исповедоваться? Потому что… Они не исповедуются, да? Ну я не знаю, потому что я в семье-то не был, я рабочий. Я не знаю, что в семье-то… Нет, а я имею вообще общество само вот их братья. Ну а как там? Нет. Ну я ничего не заметил. Вот я к тому, что… Ты исповедовался, нет? Кто-то все время пока был там? Нет, конечно. Нет? А к тому, что если, например, создать коллектив, даже деревню, общину, если нет священника, который будет нейтральное лицо относительно, вот психологически даже, тут не будет никакого лидера, никакого, как раз, староста. Ничего, они все развалят. Должен быть священник. Только он может это сдержать. А если вот так сами-сами-сами-сами… Ну вот, прошло десять лет, там все разбежались, кто-то разругался, все по-своему. Пришли новые люди. Пока молодые, они тоже такие горячие. Потом там спорят, календари спорят. Ну, кто-то придерживается мнения Герман Львовича. Они вот в почете, там, кажется. Доброход он для них. А если ты не можешь там у него работать и быть еретиком в свою точку зрения? Как не можешь? Он говорит, конечно, можешь, просто ты молчи и все. Он говорит, у нас восемьдесят процентов еретики работают. Вот я, когда работал, было пятнадцать человек. Из пятнадцати рабочих только двое были в кругу Германа Львовича. Ели за одним столом на Пасху, а мы все еретики. Или просто безбожники ели. Ну, молчишь, молчишь. Главное, ты не проповедуй свои эти… А если вы договорились? Ну, скажешь, я домой, все. Вот такого. А там нету трудового договора? Нет. Там как бы все, по-домашнему. Ты пришел, кормят, одевают. Ну, то есть если что… Дали денег, пожалуйста. Не дали, ну что, ты поел. Там, из моих знакомых, никто не жаловался, в принципе, на, как это сказать, на трудовые эти все моменты. Все, что жаловался, ты ешь, кьешь, и тебе в дом эту одежду дают. А, ну тебе там все дают, да? Конечно, там же ресторан, все. И хлеб, и молоко, и что бы там кто-то был. Жаловался. Были, конечно, кто жаловался, но это совсем уж нагло. А духовно там никто никого не заставлял не учиться, не разговаривать, не исповедовать, ничего. Ну, а люди там как священные писания знают? Вот так ты с ними общался? Ну, вот человек пять. Они просто такие же обычные из мира же пришли. Герман Рой соединил просто на фоне крестьянского хозяйства, чтобы и люди к духовному поднимались, духовно росли. И кто-то больше, кто-то меньше изучает. Ну, стараются все, как сказать, расти за духовно. Ну, не было такого. Вот сейчас они сделают библиотеку, чтобы люди читали, и рабочие читали. Ну, опять же, вот из того ассортимента... Ну, я понял, но вот сейчас ты уже многое знаешь, допустим, до толкования многих вопросов. Я имею в виду не просто изучать, а знать точное толкование это все. То есть, как и чего? Точно они не могут знать, потому что они толкования на русском языке не читают, а на старославянском практически нет. Поэтому они говорят, если нет, то на русском читать не будут. Значит, для нас неизвестно, Бог это откроет. А если нет, то хватит нам. А послания апостольские как они читают? Ну, в ассортименте, так сказать, лицевого свода, который у Георгана Львовича, который он раздавал, там нету этих 23 новозаведних книг. И апокалипсиси нет, и Деяния апостолов нет. Но есть в старославянских текстах на сайте, например, у Павла Новикова. У них есть, я не знаю, какие источники, потому что лицевых сводов, это же не один лицевой свод. Он может там в двух-трех вариантов, в четырех кто его издавал. У некоторых есть на старославянском, Деяния апостолов, все книги есть. Но Георган Львович не признает те, а признает только тот, который у него. Вот он для него авторитет. Как он его там добыл, где, я уж точно не помню. Вот он просто признает его как истинный, и кроме него лучшее он не нашел. Вот если найдем лучшее, шире, подробнее, будем изучать. Пока нет. Все остальные, это в синодальном переводе, в синодальном переводе, 19, 18, 19, 20, все, что напечатано, в руки не брать нельзя. А почему вот, допустим, ты не знаю, может вы там, я не знаю, сталкивались с таким вопросом. Есть же там древний, 4 век, Синайский манускрипт, Библия сохранена, там, Ватиканский кодекс и прочее, прочее, которые вообще на тысячи лет еще раньше были, ну то есть источник, он более ранний, чем вот эти все своды и прочее. И они вообще не связаны ни с Русью, ни с чем. Пожалуйста, переведи, приводи их. Он бы ответил ваш этот вопрос, я не знаю. Потому что Библия-то наша делалась, как раз таки использовали все эти источники, которые еще новые были найдены. Ну понятно. Понятно. Ну я просто хочу, чтобы, вот кто мои знакомые, мне же пишут все равно, вот Юра, как ты считаешь, по этому лету исчислению опять же, там, там, там. Я говорю, так вы сами это читайте. Вы и то не прочитали, и это не прочитали. И хотите, чтобы вам разжевали и сказали, вот так надо говорить, вот так надо верить. Ну как, если нет желания даже просто прочитать, проверить, ну всяк человек – ложь. Я могу ошибиться, неправильно перечитать, понять. Но я-то не из своего ума. Я же, когда все даже считал, это летоисчисление, причем там-то в сигнальном переводе две даты стоят. Ту, которая, как сказать, Басовецкая, редактированная, в которой он говорит, что они исправлены, неправильно исправлялись, но он же для иудеев исправлял, чтобы они не верили в Мессию в пять тысяч пятьдесят. И в пятьсоте годы воплощения он это хотел сделать. И так поверит, не поверит своим. Но септуагент – это даты другие. И в сигнальном переводе две даты. Правильно и так называемое неправильно. Какая неправильная? Ты говоришь, не то, что я сомневаюсь, но есть два варианта. Правильно ты говоришь, они не совсем такие важные. Ну, давай нас по септуагентам, ну, все, по септуагентам забирай. Вот то есть. А он-то говорит, что там только неправильно. Ну, как если две даты стоят? А зачем они неправильно поставили? Ну, какая разница спрашивать, зачем поставили? Главное, поставили. Ты правильно говоришь? Из всех. Потому что неправильно это еще неизвестно, а может это неправильно. В том-то весь вопрос. Поэтому и считается две. Евреи. Ну, зато оттолкование у него есть дата 5500 год. Значит, второй вариант не состыкуется. С этим, да. Это уже новые данные пошли. Потому что... Ну, то, что евреи что-то изменили, для того, чтобы не признали этого Христа, это... Ну, вот Геннадий Фас исследовал этот вопрос. Я не знаю, может слушал. Не слушал, он... Ну, у него есть, у него есть, как евреи вообще переписывали, как они отношились к священному своему Писанию, относятся. Ну, это нельзя... Вот вывод... Как они относятся к священному Писанию, это никак туда не вставишь. То есть, чтобы они туда, там изменили что-то в священном Писании, это что-то такое... Я как понимаю, что они когда увидели, что Христос истинный, он уже пришел, он уже проповедует, он уже распят. Они не поверили. Вот в чем вопрос там. Что это он и есть. Ну, не все. Я к тому, что вот кто начал это писать. Как я понимаю. Я просто свое мнение. Может это не так. Что из синагоги люди уходят, все идут за Христом. Им надо как-то их сдержать. И они... Вот здесь я смотрел несколько передач. Гаврилюк, не помню как фамилия. Он говорит, они же... Хотя он говорит, что армейскую азбуку, она же в жизни... Иисус Христос на земной жизни говорил на армейском языке. А был раньше древний иврит. Чем он отличался? Там полностью практически буквы, это разный алфавит. Гревний иврит, армейский и современный. Потому что они азбуку изменили. Они все вот эти там, тав, крест, все вот это зашифровано. Али, буквы, все вот эти, бык там. Все, что на крест ворочество, что было страдание на кресте и Христос на кресте. Они это все изменили. Он восемь лет вот эти... Менял, 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 менял. Чтобы это как бы еще не пришло. И они сейчас же ждут. Нет, ну вот просто смотри. Даже вот представим, да. Ну там они уходят в синагог, и они там что-то... И что они начали изменять? Просто берут, изменяют. Ну вот как ты это представляешь? Представляешь, у них у всех содержатся эти книги, у кого-то там, да. У них там такие даты. Тоже мало было? Мало-немало, но распространено-то уже было. Евреи-то по всему. Свету уже все распространились. У них более в каждой синагоге. И тут вдруг они начинают тут менять, тут... Это невозможно просто. Это теоретически даже невозможно. Изменить так, чтобы это никто не заметил. Это нигде бы никак не изменилось. Ну то есть как это можно принять? Изменение. Это же священное писание. Это тебе не просто какой-то там книжечка какая-то. Там, когда они писали, переписывали священное писание, нельзя было даже... Если война идет, когда Бог пишешь, нельзя было руку оторвать от этого. А если три ошибки сжигался весь... Ну это так сказать, когда наши переписывают. Я так скажу, наши. А у них же есть такие писания, где написано не дева, а молодая женщина. Ну это вопрос перевода. А вот таких моментов, по Гаврилику, там тысячи таких моментов. Это вопрос перевода. Где восток, а не запад. Почему у них у всех людей храм стоит наоборот? Да там, потому что само вот это слово, оно содержит и такое, и такое, и ты можешь выбрать и это, и это. То есть, и даже молодая женщина не меняется смысл, все равно не меняется. Потому что... Что это для нас? Да, женщина тоже. Женщина. Для нас по-русски. А там, там этого нету. Если мы посмотрим... Так как нет оригинала, с кем сравнить, понятно, что разобрать. Оригинал нет. Ну и вопрос только в толковании слов, на самом деле. Вот и все. А то есть, потому что перевод это уже с толкованием он идет. То есть, ты выбираешь одно и то же слово, у тебя переводов несколько. К этому слову. Ты можешь выбрать это, а можешь вот это выбрать. Ну, выгод был 1 март, они ровно на полгода перестали. Ну, вот таких, знаешь, просто диаметральный. Но в Писании-то нет, а не в том-то весе вопрос, что в Писании изменить? А иначе что-нибудь, а 53-ю главу Исаии не выбросили, которые не считают в Синагог? Чего бы они бы ее просто тоже изменились, сказали, нет, она полностью по Христу идет. Она обличает тех, кто считает, что они что-то там искорили. Обличает. Да и тем более мы читаем Септуагенту и Масаревский текст, в итоге мы церковно-славянский имеем, и мы видим, что по смыслу ничего не изменено на самом деле. Хотя я тоже читал Явдеенко, и он там показывал, что вот это тут как бы указывается, но прямого нет такого, что они друга дополняют. Я считаю, что это божественное проведение, широта понимания Священного Писания. Когда-то эти два текста имеются в виду, Септуагент, и Златоуст имел два текста. Ой, у него даже три, он несколько имел. И он на все ссылался. И то, и то, и то. То есть несколько текстов. Хотя в некоторых местах я даже видел, он говорит, что типа вот они могли же изменить. Но я в это не верю лично. Просто не верю. Я просто знаю, как это и вот есть, называется книга, по-моему, Тунетюды по Ветховому Завету, что ли, у Геннадия Фаста. Вот там он хорошо, он все это изучил глубоко, как о них вообще отношение к тексту, как его переписывалось. И там, если прочитаешь, полные все сомнения отпадают, что они не могли исказить. Да и даже представить это невозможно. Если они бы исказили Священное Писание, то тогда и мы исказили его. Что тогда, каких оснований считать. Они как раз таки, мы должны быть благодарны, они нам передали Священное Писание, мы от них это получили. Апостол Павел говорит, великое преимущество быть иудеем, а не паче, потому что им верено Слово Божие. Верено. Ему верено Слово Божие. И мы бы их не имели, если бы они нам его не передали. То есть, мы от них это переняли. Что еще можно там обсудить? Изучать, читать, 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 не гадать, не читать, не додумывать, а изучать, толковать, конечно. Как будто я много знаю, я только начал полгода назад сравнивать, изучать, как это интересно. А летописный свод ты прочитал? Ну, в русском переводе, в трехтоннике. А там есть что-то о том, что в ересь упала церковь? В самом лицевом своде нет, конечно. Там про Исидора 1447 год. Что князь его в чудо монастырь выгнал. Сказал, что все епископы-то согласились. Промолчали. Он начал служить уже литургию с этим латынским окряжем. Говорит, все будем, теперь я буду не как раньше называться, а вот так по-латынски. И написано, все епископы промолчали и согласились. А князь стоял на службе и говорит, что творите-то? Он, так сказать, зашквальник взял в монастырь, а из монастыря чудо, он сбежал туда к папе уже. Написано, что вот таким образом, по милости Божией, Русь была спасена от этого грека, еретика. Но и свод заканчивается. В лицевом своде нет данных, что Русь упала в ересь. Когда все говорят, Юра, читай свой свод. Я прочитал, там нет данных. Там так и написано, даже последняя книга, до впадения греков в ересь. До. Вот ты прочитал, до. А впадение греков не описывает. То есть они были на Ферраро Флорентийском соборе. Там написано, что они подписали и уехали во своясь. А наш приехал, его выгнали. Наши не впали, а те уехали. Вот и конец. Ты говоришь, а наши потом через сто лет уже по каким-то данным, так сказать, служили уже с греками через сто пятьдесят. Так греки-то они вышли уже из унии. Это будет весь вопрос. И там много, на Ферраро Флорентийском соборе, там не все-то епископы подписались. А многие подписались. Некоторые не подписались, а некоторые не имели даже власти. То есть им не было, то есть их направляли, со своей поместной церкви туда. И им не было дано власти подписывать это. А они подписали, они приехали. Власти нет, у них такой не было. Они превысили свои полномочия. И только там даже три поместной церкви, насколько я помню, три или четыре, они никуда под Вунью не подпадали. И греки потом тоже это и вышли. То есть это же вопрос-то был поставлен. И самое главное, то если Русь впала в какую-то ересь, ну ладно, хорошо в какую тогда ересь она впала. Какую ересь она исповедует? То есть что это? Филиокве? Нет. Папа признает? Нет. То есть в какой ереси ты находишь? Надо же находиться в какой-то ереси, исповедовать какую-то ересь. Ересь осужденная на Вселенском соборе. Непросто. Ересь тогда заблуждение в догматах. И человек, который, заблуждаясь, его вразумляют. Вот так надо. Он не принимает это, противится. И все равно стоит на своем. Но все-таки ты не в церкви. Ты не православный. Ты там как хочешь, но ты противник. Учение того, которое на соборах догматы уже все установили. Поэтому догматических никаких нарушений в церкви русской нет. Нет. Догматы все остались неизменными. В ересь она не впадала. А то, что заблуждение внутри церкви, это есть. Во всех. Почти во всех поместных. Ты нигде не найдешь это. И сам Господь в откровении Иоанна Богослова, мы читаем, обличает поместные церкви. Он им говорит, он конкретно обличает даже их в заблуждениях. То есть церковь может иметь заблуждение внутри себя. То есть люди конкретные, которые их проповедуют. Но сама церковь остается церковью. Ну, благодарю, Юрий. Слава Боже, хоть изучаю. Все разговоры только для нашего научения, понимания. Не телевизор же смотреть, не сказки читать. Самое главное, нет ни одного. Я одно понял, что нет более важного разговора. Все остальное пустое. Хоть мы здесь, я в чем-то не знаю, где-то ошибаюсь, неправильно понял. Но надо понимать. Если не буду разговаривать, читать, общаться и задавать вопросы. Если человек, ученик не задает вопросы, он либо все знает, либо ничего не понимает. Либо ничего, да. Поэтому я везде спрашиваю, 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 где-то не стесняюсь, что я неправильно. Поэтому, тем более, учиться-то никогда не поздно. Начать читать, понимать, узнавать. Потому что умереть в неведении, что это все, вся жизнь под хвост. За человеку и дан разум, чтобы это познавать, открывать. И к этому он должен прийти. Что ничего ему, кроме Евангелия, это и не нужно на самом деле. То есть, Евангелие ему все это и должно открыть. А, ну вот еще хотел вопрос задать. А вот среди них, ты был среди общества и Германа Стерлингова. Есть ли у них там понятия о рождении свыше, водительстве Духом Святым? То есть, что человек, который хоть как он все правильно будет выполнять, но если он Духа Святого не имеет, написано, кто не имеет Дух Святого, тот и не его. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Такие у них есть понятия? Слышал ли ты хоть раз вообще? Нет, слышать-то точно не слышал. Я могу сказать, где-то может видел в ком-то, но это вряд ли. А это еще надо эти, не то что на русский язык перевести. Вот как в некоторых старостанциях там написано «Паки бытие». Вот это рождение звуя. А как перевести на русский «Паки бытие»? Ты «Паки бытие»? Все. Закрыто. А как апостол Павел говорит, ну а посланий нет. Или они есть, но их читать нельзя. Вот все. Поэтому вопрос не то, что не поднимается, он вообще зарыт там. Если он в церкви, то он открытый, но он не поднимается. А там он закрытый. Как он может подняться? Нога, ногу убрать, чтобы росток пошел. А у нас росток стоит на месте, его не плеваю. Он засох. А там даже не проклюнулся. Сейчас он мне скажет, Юра, ну ты… Мне уже пишут, что в прелести умничаешь. Как хотите это называть? Я учусь, ошибусь и справлюсь. В прелести, на прелести. Гордыня, да. Упертый. Надо изучать. Не знаю. Смелость, не смелость. Везумие. Ну как? Ну как иначе? Можно либо все бросить, либо читать и ничего не спрашивать. Я понял все. Я знаю. Я лучше знаю, а ты меня не учи. Легкие отговорки махнутся. Я хочу учиться, хочу узнавать, читать и спрашивать, вопросы задавать. А кого задавать-то? Кого я считаю, я знающим в Писании, авторитет для меня, который опирается опять же не на свое мнение, а на уже двухтысячелетний опыт церкви христианской. К тому я и пойду. Я спрашиваю это у всех, а отвечают не все на вопросы. Кто-то честно говорит, я не знаю. Кто-то говорит, мы это не принимаем. Кто-то говорит, это никому не известно. Кто-то говорит, это все известно. Просто это не верят люди. Все. Ответы можно найти, как минимум в Библии. Можно самому. Если у вас разум есть хороший, то вы сами поймете много. А что непонятно, в толкованиях есть. В Аниеме 8.8 мы читали Священное Писание и прикладывали толкование, и народ понимал прочитанное. Конечно. Ну вот, в том-то, мы читаем в Деяниях апостолов, что Филипп, он был диакон, он пришел и проповедовал в Самаре. И многие уверовали во Христа. И он там многих крестил. То есть они все стали христиане, верующие. Но написано, Дух Святой еще на них не сходил. Вот это сто процентов. Дух Святой. То есть ты можешь все каноны исполнять крещеный, но Дух Святой на тебя еще не сошел. Почему? А потому что апостольские руки тебя еще не коснулись. Написано, апостолы собрались и послали Иоанна и Петра, чтобы те пришли, возложили на них руки. Они пришли, возложили на них руки, и Дух Святой сошел. То есть без епископа нет церкви, и Дух Святой не сходит. Мы это знаем просто из Писания. То есть епископ должен быть рукоположенный от апостольских времен до нашего времени. Если таково есть, исповедующий православную веру. А как проверить хиротонию? Как ты проверишь, если, например, они говорят, что мы этого священника молим, он появится, он появится. Я спрашиваю, как мы его будем проверять? По какой шкале? Так, ну бородатый молодец, свечки парафиновые или выросковые. Хлеб дрожжевой ешь или нет? Все натуральное. Так, теперь документы покажи. А что, там же как кардиограмма сердечная. Я не понимаю хиротонию. Как проверить? Знаешь, что это истинное свечение? Только он должен светиться как-то? Нужно взлетать? Или как? Я спрашиваю, как его искать? Ну, Бог откроет. Всем сразу откроет или кому-то одному? А Он вам всем сообщит, когда это делал. Ну, всем откроет. Всем верующим, всем истинным христианам. Я говорю, так у вас 10 человек. Вот я вас знаю, по вашим словам, истинных верующих христиан 10 человек. Ну, 20 на всей земле по вашему. Вам откроют. Вы должны потом пойти и проповедовать всей твари по всему миру. Вам откроют. Так? Ну, как-то они даже не представляли, что будет, когда откроют и что делать надо. Только они на церковь пойдут. Ну, такой вопрос. Висячий, подвешенный вопрос. Ну, вот с Вавилонского пленения, когда евреи-то вышли, и они начали восстанавливать священство. И там одна, то есть один, там несколько человек, они стали как священники. Ну, там написано, искали в родословии, они должны были по любительному колено, и родословие должно было идти туда до конца. То есть, нашли и не нашли их, там, не нашли. То есть, цепочка утеряна, и все, и исключили их священство. Помню, помню. Не обижайтесь, как бы, но в документах нет. Алексей потерян. Так и здесь священник, как он может появиться? Только так. Какой-то епископ его должен руку положить. А какой епископ его руку положит? И тот епископ мы должны, то есть, тот епископ мы должны знать, кто его руку положил. Потом, кто того. Того, того. И должны дойти до апостола. И вот, допустим, сейчас вот в московской церкви, московской патриархата, есть вот такой список рукоположений до апостола Андрея. А у старобрядцев сколько лет не было священства? 100 лет. Более 100 лет. То есть, не было его. Вообще не было. И они там нашли, и им там рукоположили в итоге. Сейчас у них есть священство. И, то есть, официальная церковь – это Новозыпкинская и… Вторая – это… Нарогорский фонус. И сам официальная… Сейчас я забыл название. Две сейчас. Две у старобрядцев, в которых есть иерархия. Законная. Ну, в общем, назову я. В общем, они ждут таинственного мелких садек, которые рукоположили. А тут все погибали вне, получается, да? 430 лет. Вне. Ну, понятно. Но это противоречит самому писанию. Потому что, говорит, все творите за скончание. То есть, творите – всегда дал ему причастие твориться. Оно творилось. Но оно творится, говорит. Ну, а, спастись-то невозможно. Не иметь в себе жизни. То есть, они все в дне жизни. Кто, говорит, не есть плоти, не пить крови. Не будет иметь в себе жизни. Получается, если ты не причащаешься, жизнь в себе не имеешь. 430 лет жизни в себе не имели. Никакой. Ну, понятно, какую жизнь-то вечную получить человек, может, если он здесь не имеет жизни. И тут много таких вопросов сразу возникает. И, к сожалению, вот если бы они знали Писание, вот эти вопросы бы возникали же. А так они не знают и не возникают, соответственно, вопросы. Да, потому что они маленько понимают. Они понимают еще. Потому что один Сергий Створил тоже, говорит, ну, как? Убей, убей неверного. Как апостолы сказали, давай, поволимся, да? Чтобы огонь, как Илья, сошел с всех этих порезанных. Он говорит, не знаете, какого вы духа. Я что пришел сюда делать? Убивать? Раз, сразу. Ну, в принципе, да. Христа сказал. Понимать хотят. То есть, у нас стоят на этом 16 веке. А это вот это плотское есть. Пока человек не родится свыше. Духовное. Духовного рождения пока не будет. Он и так мыслит плотски. Ну, как? Это понятно. Это естественный человеческий закон. Тебя идут убивать, ты защищаешься. Это естественно. Это мы видим у животных, у муравьев и всего. Ну, то есть, Христос нам что, муравьиный строй принес, чтобы мы как муравьи поступали? Он все поднял. Слово-то есть о скотоподобии. Человек же не скотоподобный. Да. Ну, бывает, случается. Он поднял даже естественный ход вещей. Показал, какой он есть сам, Господь. То есть, мы с него должны брать пример. Он не защищался. Не защищал. Хотя мог. То есть, у него было все. Легион ангелов, он сказал. Я говорю, ты что? Говорит. Отец мне не предоставит, что ли, легион ангелов в свою защиту? Предоставил бы. Вот. И апостол Павел говорит. Подражайте мне, как я Христу. То есть, мы должны подражать Христу. Как мы должны подражать, если мы будем защищаться с мечом? Даже представить это невозможно. Все мученики. Почему они мученики? Они сопротивляющиеся. И умерли в сопротивлении. Мученики. Добровольно шли. Это высшее. Те, которые просто стояли на месте, они мученики. А те, кто... Ну, понимаешь, степень еще. Но никто не нападал на то, что не защищался. Шли сами добровольно. Не знаю, почему он за вопросом не стоит. Это трудный. Это действительно тяжелый вопрос. Потому что это отвержение себя. Отвержение себя его невозможно решить. Просто Герман Левой сейчас вроде... Я не смотрел последнее видео. Он вроде выложил, что заберите у меня все автоматы. Халаши. Попроша. Вроде понимание приходит. Но раньше так у него как было? Он говорил, если вы имейте в виду, если будете на слабуду нападать, мои дети будут с оружием, с автоматом в руках защищать отца. А сейчас он говорит, заберите все оружие. Ну, не посмотрел еще. Но понимание придет. Он мудреет, взрослеет. Ты думаешь, что он чисто заблуждающийся? То есть он как бы возраст... Конечно. Как нет? Он... Но имеется в виду неактивный какой-то... Потому что, ну, многих людей он отводит от церкви. Как разрушитель действует. Ну, отводит... Да, так. Притом он как отружитель от сатаны. Притом не просто. Не просто. Те, кто не хотят, думают головой, но они хоть куда пойдут. Угу. Это что? Ну, давай туда, давай туда. Где кому как нравится. Хотя и много он и правильное говорит, конечно. Конечно, много. Как много. Процентов 90 он говорит, я скажу, правильно. Я даже сравнивал их, смотрел и читал. На Тихоновичу и Герман Леонидовичу. 90 процентов одинаково. А в десятки это сходится. А в десятки это самое важное. Также и про мусульмана. Я считал, что мусульмане на 90 процентов чуть-чуть не хватает шага, чтобы сделать, чтобы стать христианами. Православными. А нашим православным-то, в кавычках, они дальше от Христа, чем многие из язычников, например. По нравственным законам. Ну, ты имеешь в виду по поведению. По поведению, по жизни, по обычаям, по порядкам. Здоровым всем людям. Ну да. Уважением. Понятно, я знаю, все плотское, но оно духовное. У духовного, у пьяницы, у нашего алкаша православного, как говорят, у него воского духа русского. Он сейчас встанет из лужи, покается и все пойдет. Победит тьму. Ну, возможно, такое случится чудо. Ну да. Да. Ну ладно, спаси тебя Христос. Брат, я беседую. Поехали. Поехали.